Рыбака-браконьера вывели на чистую воду госинспекторы в Мядельском районе. Мужчина включился в негласный флешмоб по незаконному вылову угря. Отмечу, что любительский лов угря в Беларуси запрещен. Однако задержанный, по всей видимости, понадеялся на свою удачу. Но фортуна его подвела, а значит теперь богатый улов обернется немалыми расходами, да и серьезными проблемами с законом. Карина Пашкова продолжит. Незаконным промыслом мужчина занимался ночью, рыбачил на озере Мядельском. И, судя по всему, рассчитывал на хороший улов. Рыбак установил 107 донных удочек. И это при условии, что любители могут использовать не более пяти, а участники БОР не более десяти крючков. Утром на подмогу пришел товарищ односельчанин. Последний приехал на машине, чтобы вывести добычу, лодку и орудие лова. Когда уже нарушители выезжали из рыболовных угодий, дорогу им преградил автомобиль инспекции. Было довольно стремительное задержание. К тому же задержание с поличным. И нарушители, скажем так, не успели ничего придумать в свое оправдание. И признали вину. Рыбаку удалось добыть семь особей угря. Стоит сказать, что это ценная промысловая рыба. И любительский лов этих обитателей водоемов запрещен в нашей стране. В наших водоемах угрь не размножается. Уже подсчитан ущерб, который был причинен природе. Это порядка 13 тысяч рублей. В отношении рыбака-нелегала уже возбуждено уголовное дело. Кроме того, решаются вопросы о привлечении к уголовной ответственности водителя. В данном случае речь о транспортировке нелегального улова. Кроме того, позже в доме у мужчины были обнаружены две сети общей длиной порядка 100 метров. За их хранение ему также может грозить штраф. Карина Пашкова, Юрий Сахадзе, Зона Икс.